Слава Украине! Привет всем от Полонского! Сегодня на России большой праздник. Да, сегодня у них, как это называется, день ДНР. Вы знаете, это день, когда создано вот это вот совершенно идиотское недообразование, недореспублика Даунбабве. Это была одна республика, потом еще появилась это Луганда. Это, короче говоря, смотрите, вот этот день, в этот день начались самые большие неприятности, самые большие горести и вообще проблемы, как у украинского народа в целом, так и, кстати, у российского тоже. Потому что вот эта отрыжка Даунбабве, она сегодня их преследует. И именно из-за того, что в 2014 году вот это вот, вот это вот черти что было создано, сегодня ваши чмобики из-за этого же сегодня и подыхают в вонючих окопах. В этом же Даунбабве, понимаете? То есть, в принципе, Путин вам создал при помощи вот этого вот пародийного, так сказать, вот такой вот пародийной недореспублики, он вам создал проблемы на десятилетия, может быть, даже и больше. Так вот, именно с момента создания вот этого анклава и, собственно говоря, пошли все проблемы. Вспомните, чем Донбасс был до прихода туда русского мира и до создания квази-государства ДНР. Это была, я вам скажу, самая богатая область. Ну, если я беру Луганскую, Донецкую области вместе, да, это, пожалуй, были самые богатые, и вот я не побоюсь этого слова, самые заворованные области Украины с самым большим населением, с очень большим объемом продукции, с высоченными зарплатами. Ну, на тот момент, там, я не знаю, люди получали в среднем тысячу долларов в месяц на те годы, на 13-е, на 12-е годы-то были ой-ой-ой деньги. Жили прекрасно, но русские, и понимаете, там проблема в чем? Донбасса. На Донбассе проблема в том, что в свое время это, конечно же, были чисто украинские регионы, населенные украинцами, но во время 32-33 года очень много украинцев были выбиты голодомором и просто уничтожены физически. К сожалению, к большому, на их место был свезен самый настоящий сброд. Откуда только его не свозили сталинисты, люди без родов, без племени, которые к Донбассу вообще никакого отношения не имели. И их там поселили. Соответственно, они не имели отношения, как к тем местам, они забыли, откуда их привезли. Потому что им нечего было особо вспоминать. И к Донбассу, понятное дело, тоже никакого отношения не имели. Зато они знали, что их привезли откуда там из России. И вот их детям, их внукам постоянно вбивали в голову русский мир, русский мир, Россия, великая наша страна. Ну и, собственно говоря, это как раз и послужило причиной того, что довольно большая их часть, я не скажу, что все, конечно же, и может быть даже не большинство, но смотрите, этот, ну скажем так, очень большая их часть была инфицирована идеями русского мира, фашистского. Они еще тогда не знали, что он фашистский. Они его видели, они смотрели по телевизору, им показывали, говорит Москва, показывали Москву, Красную площадь, и они думали, что вся Россия такая. Они прозрели, они немножко позже. Вот, они были инфицированы этим русским миром, и, собственно говоря, если не принимали участие вот в этом затеянном Гиркином, тогда помните, Стрелков Гиркин и его бандиты затеяли тогда первое нападение на Украину, то, по крайней мере, не противились ему. И, собственно говоря, вот это непротивление злу, абсолютному злу, это в виде русского мира, и привело к тем последствиям, к этому дыныры, которые мы имеем сейчас. Ну, а как результат, ну как, сами посмотрите. На сегодняшний день дыныры, лыныры, это абсолютная мерзость, абсолютная гадость, абсолютная грязь, бесправие. Понимаете, нет ни одного бранного слова, которое к ним бы туда не подошло. То есть, из процветающего, богатющего региона Украины, засыпаемого дармовыми, иногда просто дурными деньгами, они превратились в абсолютно какой-то нищий анклав, из которого разбежались люди. Вот у нас Киев забит выходцами оттуда. Просто люди сбежали. Потому что жить вот с этими, понимаете, с 14-го года туда зашло очень много расистов, заехало, зашло с оружием. И поэтому нормальным людям жить среди макак с автоматами было никак невозможно. Тебя могли отправить на подвал в любой день, тебя могли убить в любой день. Просто так. Просто потому, что он пьяный в очередной раз. И он может стрелять куда угодно и как угодно. Вспомните вот это Моторилло. Помните его, да? Как оно стреляло то в одну сторону, то в другую. Как оно будило людей из гранатомета и так далее, и так далее. Вот таких Моторилл там тысячи зашли из России. Таким образом, русский мир моментально из преуспевающего, красивого региона, где проводились игры чемпионата Европы, куда приезжали мировые звезды первой величины, где Донецк, он сиял. Они сделали абсолютно убитую территорию, свободную от большей части населения, где можно снимать без декораций фильм, вот этот американский знаменитый, «Жизнь после людей» «Life after people». Да, вот этот фильм можно в Даунбабве снимать без декораций теперь. К большому сожалению, некоторые таки не поняли, что такое русский мир. И тогда позже поняли, когда начали жить в абсолютной нищете, когда нечего было уже жрать. Но это уже, знаете, русский мир, когда пришел, он же выбивает все. Он выбивает свободу, он выбивает желание жить, он выбивает абсолютно какую-то честь, какое-то достоинство и так далее, и так далее. То есть, он из них сейчас, вот за последние 10 лет, сделал из тех, кто там остался, из тех, кому не повезло, не посчастливилось там остаться, он сделал из большинства из них рабов, таких же, как рабсияне, большая часть рабсиян, потому что там на России тоже есть люди, с большой буквы, но их очень мало, их мало, и они, к сожалению, вынуждены прятаться среди вот этой вот серой фашистской массы, воспитанной телевизором фашистским, нацистским, с Соловьевым, с Киселевым, с прочей мерзостью. Вот так вот, ребятки. Так что сегодня на России большой праздник, я бы его охарактеризовал следующим образом. Это день превращения человека в обезьяну.